Ты снизу давить ни на что не можешь. Ты не можешь давить, ты не кто-то, бесправное животное, которое может только в суде отдать свою квартиру ему. С плакатами по улицам не идем. По законодательству один человек с плакатом на расстоянии 50 метров это не массовое, не массовое, где-то одиночное. Ну не нужно согласовывать. Два, например, человека возле Смольного на расстоянии там 100 метров и напротив законодательного собрания. Москвичи это уже организовали. Они организовали причем на разных входах. У них в Государственной Думе там три входа, они возле каждого входа дежурят. Поэтому если эта инициатива поддерживается, я прошу в контактной группе организовать. Да, будет создана тема, мы будем это обсуждать. Я думаю, нам нужно это сделать, ребята. Это пресчет внимания однозначно. Общественности да, но мы привлекаем общественность. Это важно, мы привлекаем ее нашими пикетами, которые будут освещены в СМИ. Но нам нужно постоянно напоминать управительство, чтобы они о нас не забывали. Вот на работе у меня. Люди простые, которые про эту валютную ипотеку вообще ничего не знают. Так они, конечно, меня поддерживают. А те, кто более или менее в этом разбираются, возможно, ее хотели бы когда-то взять, но не взяли. Или побоялись. Так сейчас они могут и позлорадствовать. В 2006 году я активно занялся вопросом решения своей жилищной проблемы и обращался во многие банки в нашем городе, в Санкт-Петербурге, чтобы получить рублевый кредит. И у меня были отказы. Единственным, кто мне сделал предложение по валютной ставке, по валютному кредиту, то это банк Дельта Кредит. И при том разница между валютным курсом, валютной ипотекой и рублевой ипотекой колоссальная. То есть валютная была 9, а рублевая 13. Ипотека. И, соответственно, боясь того, что мне могут отказать в рублевом валютной ипотеке, я на нее согласился, потому что рублеву ее не давали. И, к сожалению, конечно, в сложившейся ситуации сейчас нет возможности оплачивать данный кредит. Действительно, люди взяли кредит в валюте. Также, посмотрите, у банков огромная команда аналитиков. Я думаю, даже они не могли предсказать, что курс вырастет так. А уж простому обывателю оценить, что курс вырастет настолько, было практически невозможно. Поэтому мы оказались в такой ситуации. Затем люди, с которыми я говорила, у большинства из них это единственное жилье. Кстати, право на жилье гарантировано нам Конституцией РФ. И, естественно, мы оказались в такой ситуации, когда это единственное жилье банки просто у нас могут отобрать, и мы еще останемся должны. У многих этот остаток стоит больше, чем само жилье. Мы брали ипотеку, тем более валютную ипотеку, не для того, чтобы поиграть в эти игры инвестиционные, а для того, чтобы жить и расти детей. С седьмого года, когда я брал ипотеку, у нас был один ребенок, сейчас у нас уже трое детей. Мы живем в этой двухкомнатной квартире, 90% которой взяли ипотеку. И в данный момент наш долг перед банком превышает стоимость этой квартиры. В нашей Конституции прописана 75-я статья Конституции, где написано, что Центробанк обеспечивает стабильность и устойчивость курса рубля. Есть 53-я статья Конституции, где сказано, что каждый имеет право обращаться за возмещением. Каждый гражданин имеет право обращаться за возмещением при бездействии органов государственной власти. То есть, по сути, 75-я статья Конституции грубо нарушена действием Центробанка. И в рамках 53-й статьи Конституции мы требуем, конечно, от государства в эту ситуацию вмешаться. Я хотел бы обратить внимание всех на один очень важный аспект. Когда мы с вами говорим, когда мы с вами общаемся со средствами массовой информации, друг с другом, какие-то продумываем совместные действия, нужно понимать, против кого мы в конечном итоге действуем. Банки, на самом деле, это наши потенциальные союзники. Потому что банки, точно так же, как и мы, попали в очень плохую ситуацию сейчас. Банки, вы видите на примере вчерашнего трасса, банки начинают разоряться, начинают схлопываться. Их под себя будет забирать государство, будет объединять под Сбербанк, под ВТБ и под прочие жирные СМП, банки, Россия и так далее, все, которые попали под санкции уже, и те, которые хотят стать еще жирнее, еще больше за счет маленьких банков, которые сдуваются. Это серьезная угроза. И банки понимают это. И банки идут нам навстречу, хотят с нами общаться. Но надо понимать, что деньги, которые мы сейчас потеряли, у нас украли не банки, у нас их украло государство, которое ведет очень рискованную политику внешнюю, и которое поставило страну в результате, под удар. Серьезный валютный и экономический кризис. Это надо понимать. И все наши требования, все наши угрозы, они должны быть не в сторону банков, а в сторону нашего государства, которое нас подставило. А теперь я хочу вам сказать, сколько нас. По самым минимальным оценочным данным, нас в стране 75 тысяч человек, валютных заемщиков на сегодня. Умножаем на 3, и это 250 тысяч человек вместе с семьями. Понимаете, что такое 250 тысяч человек, и насколько это серьезная угроза? Когда в 2012 году государство у нас украло голоса на выборах, вышли недовольные этим 100 тысяч человек. Но это было недовольство выборами. А сейчас государство украло у нас деньги. Мы гораздо более злые, чем в 2012 году. Вопрос этот решается очень долго. И нам, наши вопросы, необходимо решать очень быстро. Потому что у всех поступают платежи, а эти платежи нужно платить. И сейчас у многих нет возможности это делать. Поэтому нам необходимо, чтобы власть незамедлительно отреагировала на наши вопросы и вынесла какое-то решение. Потому что, в принципе, решение небольшой, деньги, на самом деле, не такие огромные. Они, ну, как сказать, существенные, но не огромные. Я понимаю, что есть политика в стране нашей. Мы прощаем многие долги государствам нашим, содружественным. Но если мы не будем обращать внимание на людей, которые населяют нашу страну, то как можно будет тогда верить в власть и жить в этой стране? Мы не будем обращать внимание на людей, которые населяют нашу страну.